Всем привет! Это FreeStudio21.com. Продолжаем заниматься Enterprise Elementary. Наконец-то мы доползли до Self-Assessment. Третий модуль, если я не ошибаюсь. Юнит 9-12. И я постараюсь сделать в этой части как можно больше. Ясно, что в одну часть я все упражнения не умещу. Но как бы там ни было, можно себя проверить по юнитам. Итак, упражнение первое. Подберите правильный вариант. The salt was carried up to the by miners. И далее underground surface. Соль шахтеры выносили куда? Ну, на поверхность, скорее всего. Поэтому surface. И обратите внимание, здесь passive voice стоит. Далее второе. Don't touch the wire or else you'll give yourself an electric shock. Не трогай проводку, иначе у тебя ударит током. Если дословно дашь себе электрошок. Ладно, третье. Cleaning. Дальше там чего-то. Should be kept away from children. Моющие средства следует держать подальше от детей. Здесь будет products. Далее traffic. Дальше чего-то. Pollutes the air in cities. Выхлопы от транспорта загрязняют воздух в городах. Ясно, что у нас будет fumes. Это выхлопы, а не acids. Потому что acids это кислоты. Пятое. The building was destroyed by fire. Ждание было уничтожено огнем. Никак не carved. Потому что carved это делать резьбу по дереву. Или по какой-либо другой поверхности. Вырезать чего-нибудь. Далее шестое. Oxygen is one of our most basic needs. Потребность в кислороде одна из самых главных или самых базовых наших потребностей. Public. Явно нам не подходит. Basic needs. Это главные потребности. Основные. If I were the leader of my country, I would... Дальше чего-то. Living conditions. Если бы я была лидером моей страны, я бы, наверное, улучшила условия жизни. Ну, имеется в виду для людей. И здесь явно improve, улучшать, а не produce, производить. Далее восьмое. Check the price guide for... Далее то ли thrilling, то ли current prizes. Значит, посмотрите, прайлист на предмет текущих цен, то есть действующих цен. Здесь у нас явно current prizes, текущие цены, то есть те, которые сейчас, собственно, действительны. С railing это будоражащие такие, наводящие ужас, ну, по-видимому, цены такими быть не могут. Далее девятое. Они вступили в гольф-клуб или записались в гольф-клуб в прошлом августе. Ясное дело, joined, потому что joined the club. Это просто фигура речи, которую надо знать. И едем дальше. Десятое. We asked for information at the meeting или reception desk. Мы запросили какую-то информацию на ресепшене. Здесь само все говорит за себя. Далее одиннадцатое. Значит, по-видимому, acid rain can damage buildings. Кислотный дождь может повредить здание. Явно не current, не текущий дождь. Далее двенадцатый. It's very important to help animals live safely. Очень важно помогать животным жить в безопасности. Ну, явно не deeply, глубоко. И едем дальше. Второе. Feeling the correct words. Здесь просто надо вставить правильные слова. Ну что ж, вставляем правильные слова. Итак. The weather here is, по-видимому, boiling hot. Ужасно жаркое. Просто адски жаркое. Далее второе. Dog sledding and skiing are чего-то там activities. Езда на собаках и на лыжах. Так. Являются какими-то там занятиями. И далее у нас, по-видимому, это outdoor. То есть, те занятия, которые на открытом воздухе. Естественно, в помещении на лыжах никто не катается и на собаках не ездит. Третье. A load of чего-то plants die when we destroy the rainforest. Много, по-видимому, тропических, наверное, или редких растений погибает, когда мы уничтожаем тропические леса. Так. Я подозреваю, что здесь будет rare. Редкие. Далее. Следующее. Четвертое. Какой-то транспорт is cheap and convenient in this city. Значит, скорее всего, паблик, общественный транспорт, дешевый и удобный в этом городе. Пятое. The lifeguard saved the child from чего-то там. Итак, спасатель спас ребенка от, ну, по-видимому, от утопления. Drowning. Далее, шестое. Your holiday now and prepare for the most exciting experience of your life. Так. Я думаю, здесь будет book. То есть, забронируйте свой отпуск сегодня или сейчас и приготовьтесь к самому восхитительному и самому интересному времени в вашей жизни. Далее, седьмое. Чего-то там to the museum is free of charge. Вход в музей свободный, то есть бесплатный. Так, что здесь может быть? Здесь вряд ли будет species и я думаю, что здесь admission. Далее, восьмое. The чего-то там of the new gallery will be on Tuesday, 3rd March. Так, здесь открытие галереи, по-видимому, планируется на вторник. Opening. Далее, девятое. There are several species. Несколько видов птиц. In the rainforest. В тропическом лицу разнообразные виды птиц живут, скажем так. Десятое. You can use a mobile phone. Ну, здесь все, как говорится, лежит на поверхности. Можно и не думать даже. Итак, едем дальше. Третье. Вот здесь уже гораздо интереснее. Здесь нужно предлоги ставить. Итак. Don't let children play with knives. Не разрешайте детям играть с ножами. There is no answer. По-видимому, to the problem. Ответ на проблему. Ответ всегда to the question или to the problem. Далее, третье. The party was full. И далее у нас будет off. Fun and surprises. Вечеринка была полна веселья и сюрпризов. Далее, четвертое. Three people were injured in the accident. Трое человек травмировалось в аварии. Здесь все дословно. Далее. The hotel is in the heart of Kent. Отель расположен в сердце графства Кент. Далее, шестое. Jamaica is the ideal place for a holiday. Ямайка – идеальное место для отпуска. Как ни странно, все более-менее дословно. Далее, седьмое. Enjoy your drink and relax. По-видимому, in the pool. Наслаждайтесь вашими напитками или просто пейте напиток и расслабляйтесь в бассейне. Далее, восьмое. Cover electrical sockets when they are not in use. Закрывайте электрические розетки, когда они не используются. Далее, следующее, четвертое. Подберите правильное слово. Ага, здесь модальные глаголы. Shop assistants. Дальше. Чего-то. Be polite to customers. Продавцы должны быть вежливы с покупателями. Здесь, скорее всего, будет must. Должны, обязаны. Второе. I'm afraid you. Чего-то там park here. Боюсь, что вам нельзя здесь парковаться. Нельзя. Это can't. Третье. You have to или mustn't smoke in the hospital. Вам нельзя курить в больнице. Естественно, нельзя. Это mustn't. Mustn't сильнее, чем can't. Обратите внимание, что во втором I'm afraid стоит. А в третьем никаких I'm afraid. Прямо в лоб нельзя. Далее четвертое. I have to или can wake up early tomorrow because my flight leaves at 9 a.m. Мне придется встать рано, потому что у меня самолет улетает в 9. Поэтому здесь у меня have to придется. Can в данном случае не подходит, потому что у меня не способность, а давление внешних обстоятельств. Далее пятое. То ли mustn't, то ли don't have to be rude to your teacher. Тебе нельзя грубить учителю. Здесь явно mustn't. Другого и быть не может. Едем дальше. Пятое. Итак, пятое. Подберите вопросы и ответы. Итак, do I have to clean the windows? Нужно ли мне мыть окна? Так, я думаю, что здесь подойдет нам say. Нет, не нужно. Я вчера их помыла. Далее второе. Can I go now? Могу ли я идти сейчас? Или уйти сейчас? Так, я думаю, что вполне подойдет a. Of course you can. Далее третий. Did you have to wear a uniform then? Нужно ли было тебе носить форму тогда? И здесь у меня yes, I did, скорее всего, будет. Да, было нужно. Обратите внимание, что в вопросе, то и в ответе. Вспомогательные глаголы те же самые. Это главная ориентировка всегда. Am I allowed to keep a pet in my hotel room? Можно ли мне держать домашнее животное? В гостиничном номере. И обращаем опять же внимание, у меня начинается с M. Значит, и ответ должен быть с to be какой-то такой. И что нам подойдет? No, you mustn't нам никак не подходит. Скорее всего, здесь будет be. No, you aren't, I'm afraid. Нет. Боюсь, что нет. Далее. Can I swim near the rocks? Можно ли мне плавать возле скал? Ну и, конечно, нет, нельзя. Обратите внимание, здесь очень жесткий ответ. Нельзя и точка, потому что речь идет о правилах безопасности. Когда правила безопасности, можно не церемониться. Далее, шестое. Перепишите предложение в пассиве. Ну, окей. We must put safety gates at the top and bottom of these stairs. Нам нужно смонтировать защитные ворота сверху и внизу лестницы. Итак, действие производится над воротами, поэтому с них и начнем. Safety gates. Далее. Модальный глагол у нас сохранится. Здесь must, значит и у нас будет must. Далее. Основной глагол у нас вот этот, поэтому инфинитив у нас превращается в пассивный инфинитив. Be fitted. По-моему, fit правильный глагол. Если я ошибаюсь, поправьте меня. И далее все то же самое. Мы переписываем вот здесь. Вот это все пойдет сюда. Включительно stairs. А we у нас будет вылетать из предложения. Далее второе. The Russians launched Sputnik in 1957. Действие производилось над спутником, поэтому с него и начинаем. Далее launched. Прошедшее время, поэтому смело ставим was launched. Спутник был один. Поэтому единственное число was. И далее data. И этого достаточно. Фишка пассива в том, что можно не ставить того, кто делает действие. Далее третье. The hotel offers excellent service. Отель предлагает шикарный сервис или отличный сервис. Над чем производится действие? Правильно. Над сервисом. С него и начинаем. Excellent service. У нас настоящее время. Is offered. И здесь было бы неплохо поставить, наверное, все-таки buy the hotel. Чтобы было понятно, о чем идет речь. А то не совсем понятно, кто предлагает этот шикарный сервис. То есть, если теряется смысл предложения, можно иногда дописывать делателя, если это очень важно. Ну вот я считаю, что в третьем очень важно. Четвертое. Many people have visited the museum so far. До этого момента многие люди посетили музей. Итак, начнем с музея. The museum. Далее у нас present perfect. Мы его сохраняем. Вместо have у нас будет has. Has been visited. Это passive present perfect. И далее дописываем so far. А many people можно не писать. И так понятно, что музей посещали люди, кто же еще. Далее пятое. Hitchcock directed the birds. Hitchcock снял фильм «Птицы». Итак, the birds – название. С него и начинаем, ибо действие производилось над фильмом. The birds. Далее was directed. Обратите внимание, что здесь у нас название фильма во множественном числе. Но мы ставим единственное. Почему? Потому что речь идет о фильме. Фильм один. Поэтому was directed. И далее нам надо поставить кем, потому что это важно. Иначе вообще ничего не будет понятно. Далее шестое. The mayor will open the museum. This friday. Мэр откроет музей в эту пятницу. И опять же над музеем производится действие. Поэтому the museum. Здесь ничего такого не будет. Далее будущее время пассивное. Will be opened. И я думаю стоит упомянуть, что открытие будет производиться мэром. By the mayor. И далее this friday. This friday в принципе можно было бы поставить еще и в начале предложения. И сказать так. This friday the museum will be opened by the mayor. Это тоже было бы хорошо. Вот такие вот шесть первых упражнений. Self-assessment. Это только первая часть. У нас еще ожидается вторая. Ссылка на скриншот всей страницы будет в описании видео. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok